День космонавтики День космонавтики День космонавтики И, естественно, мы разговаривали в том числе и о Юрии Алексеевиче Гагарине. И не раз он подчеркивал, что он был уникальный человек, очень простой, добрый. И, несмотря на свое высокое положение и свой статус, он так и не зазвездился. Поэтому мне было очень интересно узнать поближе, что же это за человек. И я поняла, что действительно этот человек уникальный. У вас есть какие-то научные работы, либо вы писали доклады, какие-то диссертации на тему Гагарина? У меня есть недописанная диссертация. Она на тему «Образ героев советской пропагандии 30-60-х годов». Но вот по тем же причинам, что я в науке делал перерыв, я и пока ее не могу написать. Но когда я ее допишу, я заранее знаю, что очень большое место в ней будет уделено Юрию Алексеевичу. Катя, я знаю, что у вас очень необычный автомобиль, и он тоже связан с Юрием Гагарином. Расскажите зрителям, как? Да, действительно, это так. У меня красный Рено Логан, на капоте которого изображен Гагарин, летящий в космосе. И когда я покупала машину, мне хотелось, чтобы она была необычной. Купить какую-то дорогую иномарку у меня не было возможности, поэтому я знала, что, наверное, я сделаю аэрографию. Но что я туда сделаю, я очень-очень долго думала. И потом мне как-то в голову сразу пришла идея с Гагарином. Я нашла подходящую картинку, поехала в салон, сделала, и поняла, что не ошиблась буквально через 5 минут, как я выехала. Потому что люди видели, люди радовались, улыбались, и это происходит до сих пор, и мне очень-очень приятно это. Видите, я думаю, что Юрий Алексеевич бы этим гордился, если бы он увидел или узнал это. Катя, если бы возвращаться к лекции, какие-нибудь основные моменты, может быть, на ваш взгляд, самые интересные из жизни Юрия Гагарина или из полёта? Ну, во-первых, всех заинтересовало то, как к полёту готовили. А даже не именно как готовили, а то, что очень боялись отправлять впервые человека в космос, никто не знал, каким человек вернётся. И даже на тот момент существовал такой термин, он назывался «космический ужас». И означало то, что человек, оказавшись там, в космическом пространстве, он просто сойдёт с ума от того, что он один такой маленький, находится наедине с огромным космосом. И, естественно, Юрий Алексеевич тоже этого опасался, и надо отдать здесь дань его мужеству, что он смог это сделать. И, кстати, капсула там была совсем маленькая, но чуть больше меня, её можно в натуральном виде посмотреть в Москве, около памятника Гагарина на Ленинском проспекте. И недавно вышел фильм «Интерстеллар», и там как раз у героя фильма была похожая ситуация. Он впадает в депрессию и говорит, меня с космосом разделяет всего лишь тоненькая стеночка. Но у него там огромный корабль с обстановкой, с мебелью, где он может ходить, работать, общаться с другими людьми. А Гагарин в космос полетел один, на малюсеньком-малюсеньком корабле, и при этом в первый раз. Поэтому это, конечно, было потрясающе. Я думаю, такому подвигу просто сложно подобрать какие-то ещё аналоги. Какие вопросы были у слушателей вашей лекции? Ну, вообще интересовала личность Гагарина. То есть, да, все знают, что он человек открытый, очень обаятельный, очень добрый. Но также у него было потрясающее чувство юмора. Он старался этим и подбадривать других своих коллег, которые тоже отправлялись в космос. Например, космонавт Комаров, о котором знали, что, наверное, он не вернётся, потому что проблемы тогда были с космонавтикой. Это случилось, когда умер Сергей Павлович Королёв. И не было другого учёного, который мог бы заменить его. И накануне полёта Комарова Гагарин позвал его, его жену в театр. Там всячески старался шутить, поднимать ему настроение, несмотря на то, что ситуация действительно была трагичная. Кроме того, многим понравилась история о том, как Гагарин оказался в кафе со своими друзьями и увидел, что официантка сидит и поправляет юбочку. Он ей сказал, может быть, вы её повыше поправите? На что она засмеялась и сказала, ну для вас, Игорь Алексеевич, могу ещё выше. И здесь, я думаю, всё-таки надо отдать должное супруге Юрия Гагарина, Валентине, потому что, несмотря на всю ту известность, которая на него обрушилась, и несмотря на всю ту женскую любовь, которая, естественно, потом появилась, она всегда держала себя очень спокойно, очень достойно. И если мы всегда говорим о том, что на роль первого космонавта вряд ли можно подобрать кого-то другого, то и на роль супруги первого космонавта вряд ли подошёл бы кто-то лучше, чем она. Мы знаем, что Юрий Гагарин несколько раз был в Рязани. Расскажите, пожалуйста, может быть, некоторые моменты из его визитов. Да, действительно, судьба Гагарина была связана и с Рязанской землёй, и первый раз он хотел сюда приехать инкогнито. Он хотел сделать сюрприз для своего брата, который поселился здесь, на улице Ломоносова. Он приехал сюда в чёрных очках, в шляпе, но потерялся. Спросил дорогу у гаишников, а те, естественно, узнали знаменитого человека, и пока они его везли к дому, уже позвонили в правительство, и его здесь уже встречали представители Рязанской верхушки и во главе с Надеждой Николаевной Чумаковой. Мне здесь это очень приятно, потому что я думаю, что Надежда Николаевна одна из тех руководителей Рязанской области, на которую следует равняться, и очень хорошо, что Юрий Алексеевич познакомился именно с ней. И потом он несколько раз приезжал в Рязань, всегда привозил подарки детям своего брата, общался с ними с удовольствием. Здесь ему, он подчёркивал, что здесь ему очень нравится, особенно ему нравятся Рязанский Кремль и гор Роща. И расскажите, пожалуйста, историю про шлем. Вы мне её рассказывали накануне, она мне очень нравится. Думаю, телезрители тоже будут интересны для тех, кто не знает. Про шлем вообще есть две истории. Одна история есть про тот самый шлем, в котором он находился в космосе, белый шлем. Всё дело в том, что мы привыкли на всех фотографиях, на изображениях видеть шлем с красными буквами СССР. Но всё дело в том, что эти буквы появились буквально за секунды до полёта. Почти год назад, 1 мая 1960 года, над советской территорией был сбит американский шпион, который тоже был в белом шлеме. И в силу того, что точно рассчитать то место, куда приземлится Гагарин, было невозможно, просто испугались, что его могут перепутать с американским шпионом. Поэтому срочно нашли красную краску, нашли кисточки, написали знакомые буквы СССР. И если посмотреть, то в автобусе к космической ракете он едет уже в шлеме с буквами. А вторая история связана с тем, что когда уже Гагарин приземлился, его должны были встречать врачи из специально обученного отряда. Этот отряд проходил парашютную лётную подготовку и должен был незамедлительно разыскать космонавта, когда он приземлится, и оказать первую помощь. Но накануне ночью произошёл ливень, и самолёт забуксовал в грязи и просто не смог взлететь. Поэтому врачи опоздали, но, слава богу, с Гагарином ничего не случилось. Но зато пока они летели в аэропорт для того, чтобы встретиться с официальными лицами, он где-то потерял свою фуражку. А выходить с непокрытой головой офицеру было как-то не положено. Поэтому один из врачей подарил ему свой лётный шлем, в нём Гагарин и вышел к людям. — Расскажите о своих планах на будущее в плане дальнейшего, может быть, изучения Юрия Гагарина, или уже окончательно лекция станет финишем? — Нет. Вообще лекция после долгого перерыва стала таким очень хорошим стартом. У меня сейчас очень много планов на будущее. Мне позвонил ещё один мой дедушка, сказал, что нашёл рассекреченные материалы, очень интересные. Я надеюсь, с ними в ближайшее время ознакомиться. Ну и также хочу дальше работать на диссертации. Думаю, что всё-таки у меня скоро получится её завершить. — Катя, спасибо вам большое за беседу. Мы желаем вам успехов в дальнейшем изучении жизни, биографии Юрия Гагарина. Спасибо телезрителям за внимание. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова